Тактический прием номер один. Если вы видите, что сотрудник начинает нервничать, что надо делать? Давайте 10 минут прилив. Кто мне понял? Если вы видите, что человек, или у вас как-то вот сотрудник не раскрывается, дайте ему человеку, или видеть, что он нервничает, либо он покраснел, либо что-то такое. Дайте сотруднику прилив. Давайте 5 минут прилив, по стакану кофе попьем, потом продолжим. Это важный момент. Кто мне понял? Дайте чуть-чуть человеку более свобода. Это необходимо. Это один из тактических прием, который человеку раскрывает. Это надо делать так. Давайте, ребята, 5 минут прилив, потом продолжим. Если это нормально, непринужденность, куда он встает, пусть чуть-чуть погуляет, пусть чуть-чуть чайку попьет, пусть водичку попьет, он пусть осознает, что куда попал. Вам легче, ему легче и так далее. Тактический прием номер 2. Как ваши результаты выглядят в сравнении с результатом предыдущего года? Внимание. Скажите, вы работали, да, в предыдущей компании, которые работали. Ваши результаты как выглядели по сравнению с предыдущего года? Внимание. Вы сразу поймете, сотрудник управляет свою работу или нет. Теперь внимание. А как они выглядят в сравнении с планом, который ставили вам? Соотношение с планом. Он говорит, что да, по сравнению, в предыдущем году у нас было на 15% рост. Здорово? Очень хорошо. А соотношение план? Ну, на план они дотянулись. Сколько процентов? Он говорит, в районе 5 или 10% не дотянулись. А вы это видно? Вы это поймете? Все равно, как человек озвучивает. Если он хитрит, все равно вылезет в дальнейшие вопросы. Вопросов много, он же все запомнит не могут. Это же невозможно все запомнить. Я рекомендую распечатать эти вопросы, поставить перед собой и начать сдавать. Дальше. Следующее. А как? Как ваши результаты выглядят в сравнении с результатами ваших партнеров? Когда вы сдадите эти вопросы, ему придется задуматься. А нам нужно, нам нужно вот это постоянно. Зачем я эти вопросы задам? Вообще, некоторые из вас вообще могут сами себе даже не проверять, я знаю. Но я рекомендую это делать. Кто мне понял? Это что? Это надо делать. Правую руку поднимем по второму зону. Бизнес? Бизнес. Это управление. Это управление. Это не только мечта. Это не только мечта. Это надо писать. Бизнес – это управление. Нужно управлять. Нужно, ребята, управлять. Нужно управлять. Еще раз повторю. Нужно управлять. Бизнес нужно управлять. Маловато просто мечтать. Нужно управлять. Каждый показатель надо управлять. Вообще классный показатель. Согласны? Вот это. Три вопроса, которые зададите. Три, пять. Соотначение предыдущий год, соотношение по планам, соотношение вашим партнеров. Какой у вас результат? Пусть он расскажет, какой у него результат. И так далее. Бизнес – это управление. Не только мечта. Не надо подойти к бизнесу только как мечтой. Иначе проиграешь. Дальше. Ты не толкай. Все это означает? Три, не толкай. Да. Молодцы, молодцы. Вытолкнули вас оттуда? Или притянули. Или что? Притянули. Надо спросить. Скажите, пожалуйста, вас оттуда вытянули из работы? Что была причина вашего ухода с предыдущей работы? Ну, такой-сакой-то. А у предыдущего что было? Очень важно. У меня был на себе сцене один парень, он, оказывается, очень умный был. Я же вижу, он классный, умный такой. Но, оказывается, у него иногда вот это. Я спрашиваю, говорю, почему ты за 14 лет, он говорит, что 16 месяцев работали или 18. Я говорю, почему ты часто поменял работу? Я задаю вопрос. Ну, очень умный парень. Я говорю, почему ты часто поменял работу? И он говорит, знаете, вот как я вам сказал, я прихожу, парлю дочу, мне становится неинтересно, потом я уйду. Потом я думал, думал. Я начал докопаться все-таки, докопаться. Потом понял, что он пьет. И когда несколько раз разными этим, я довел до того, что он начал понимать, что он пьет. Сейчас откуда узнал? От его шефов, его начальника, предыдущего. У меня же 5 телефонов есть. 5 телефонов есть. Это очень важно спросить. Вот это очень-очень важная вещь. Одну из классных вещей, которую вы спросите, пусть он сам скажет, почему оттуда он ушел и так далее. Или картины с маслом и так далее. Украшайте. Рассказывайте. Украшайте свой успех. Расскажите свой успех. А что осталось после вас? То, что могут работать долго. Что? Что осталось после вас там, в той компании, в которой будут работать долго? Что останется и так далее? Расскажите, пожалуйста. Какая философия должна быть у человека А-категория? Это философия садовника. Я уйду, после меня должно все работать. Вот такой философия. Что осталось после вашей работы? Что работа? Что дает плоди после вас? Как это работает? Если видите определенный сигнал, стоп. Вы замечаете, что человек такой? Останавливайте, докопайтесь. Останавливайте, докопайтесь. Останавливайте, докопайтесь. Чтобы вы меньше ошибки допустили касательно именно ключевых сотрудников. Чем меньше ошибка момента найма, соответственно, у вас это дешевле обойдется в реализации. Может быть, дольше вы ищете таких кадров, долгое время занимает, но зато она окупает себя по времени, по затратам, по расходам и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok